Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы занимаемся сексом с эмотивной девушкой. В общем, смотрите, когда вы встречаете эмотивную девушку и планируете заняться с ней сексом, вы можете этого очень быстро добиться. Вы можете, наоборот, уже имея, допустим, у себя или девушку в долгих отношениях, или, допустим, имея у себя уже жену, не получать этого секса. Казалось бы, да, такая неологизм немножечко даже такой, да. Ситуация вот в чем. Вы эмотивные обязательно должны дарить эмоции. И достаточно яркие. Естественно, которые имеют привязку к нее к сексуальной жизни. Как это выглядит по моему опыту? Привязки чаще всего бывают к, допустим, публичным местам. Ну, это не в смысле вот обязательно к публичным местам. Но вот у нее есть такой пунктик, да, что, соответственно, секс должен быть в личном месте. И смотрите, как это происходит, переживания, да, что вот застанут эмоции, пошли. И она пытается, соответственно, от вас это получить. Если вы это игнорируете, секса не будет. А до этого вы, допустим, познакомились с ней в клубе, в клубе еще туда несколько раз ходили. Потом был секс на стоянке. Она даже может сама это не анализировать еще где-то. И она получала эти эмоции. А потом эмоции пропали. И вот очень часто бывает у эмотивных. У эмотивных может быть просто эмоции от того, что человек вас, допустим, недавно знает. У эмотивных могут быть наоборот, приглушенные эмоции за счет страха, да, то, что она вас еще плохо знает. Но она раскроется позже. Вот. Но это всегда, понимаете, как всегда будет завязано на каких-либо эмоциях. Это может быть секс после ссоры. Очень яркий. Вот. Но это всегда привязка к ощущениям ярких эмоций. И это всегда стопор в сексуальных взаимоотношениях, если эти эмоции отсутствуют. Но очень сложно с эмотивными в плане секса. По, так скажем, его реализации, да, это либо все, либо ничего. То есть, это либо яркий, бурный секс, либо, ну, понятно, что какой-то секс вы можете добиться, да. Ну, либо будет очень все скудно и вяленько. И на чем, в чем суть основная эмоции? Вот этот контраст вы будете замечать. Особенно в супружеской жизни. То есть, контраст между вау и между оу. Понимаете? Так что, так что. С вами был Кравцев Сергей. Медикал фитнес. Спасибо, что прослушали. Ставьте комментарии. Пишите мне ваши вопросы. И да пребудут с вами оргазмы. Продолжение следует.